Попытка обилить имя сына или докопаться до правды. Спустя два года после авиакатастрофы аэробуса немецкой компании «Джемон Винс» отец второго пилота Андрия Солубица, которого обвиняют в умышленном крушении лайнера, заявил, что сомневается в официальной версии следствия. Напомню, на борту находились 150 человек. Самолет летел из Барселоны в Дюссельдорф и разбился во французских Альпах. Продолжит Татьяна Лагунова. Траурная церемония в немецком городке Хальтерн в местной гимназии сегодня вспоминают учеников и учителей, погибших в авиакатастрофе во французских Альпах. На борту аэробуса авиакомпании «Джерман Винс» ровно два года назад из испанской Барселоны домой в Германию возвращались 16 школьников и два преподавателя. Это необычайно важно для нас, для города и, конечно, для родственников погибших. Мы хотим показать им, что весь город разделяет их боль и поддерживает их. Самолет, на борту которого находились 150 пассажиров и членов экипажа, разбился по вине второго пилота. Андреас Лубец, страдавший от депрессии и серьезных психологических проблем, закрылся в кабине экипажа, задал курс на снижение и умышленно разбил лайнер. Это официальная версия следствия, которую сегодня попыталась испорить его семья. Провокация или попытка найти правду сегодня, спустя ровно два года после авиакатастрофы, с журналистами пообщался отец второго пилота Андреаса Лубеца. Он специально собрал пресс-конференцию в Берлине, чтобы рассказать о своих сомнениях в официальной версии происшедшего. На пресс-конференцию Гюнтер Лубец пришел в сопровождение авиационного эксперта Тима Ван Беверена. Ему семья второго пилота поручила провести независимое расследование катастрофы. И первым делом заявил, его сын не был ни самоубийцей, ни монстром. Да, действительно, в 2008-2009 годах у него были депрессии. Но задолго до трагедии он преодолел эти проблемы и снова начал радоваться жизни. Продолжил обучение в летной школе и успешно его завершил. Следствие могло ошибиться, считают и отец Лубеца, и приглашенный эксперт. Мол, нет никаких доказательств, что во время авиакатастрофы второй пилот находился в сознании. И что именно он запер дверь в кабине экипажа. Ее могло просто заклинить. Подобные инциденты и раньше случались на борту этого же аэробуса. Возможно, все. Если действительно так и было, и Андреас Лубец умышленно разбил самолет в горах, семье придется принять эту горькую и тяжелую правду. Но пока для этого обвинения нет веских доказательств. Следствие по делу авиакатастрофы уже завершено. Поднимут ли его заново, неизвестно. Родственники же погибших говорят, для подобной пресс-конференции все-таки стоило выбрать другой день. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.